Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают смысл событиями, которые проходят вокруг нас. Например, мимо вас прошел человек в коридоре и не поздоровался. Что это значит? Если это незнакомый человек, то обычное дело, ничего страшного. А если знакомый, может он обиделся или просто вас не заметил, сразу появляется эмоционально отсвеченный, яркий социальный контекст. Итак, для широты взгляда давайте окинем, что вокруг находится в этом сознании. Во-первых, эти эмоции настолько важны в нашей жизни, что ни одна сознательная реакция в действительности не появляется, не будет чем эмоционально окрашена. Память. Как работает память? Вот представим ребенка, ему годик, он еще не умеет ходить, он взял яблоко, он ощущает своими пальчиками твердость кожицы. И в этот момент нейроны, его моторные камеры начинают срабатывать, распространяя сигналы в разные стороны. В этот же самый момент нейроновизуальные камеры, вот здесь вот на затылке находятся, они передают сигналы о образе, о картинке, и возникает маленькое чудо. ассоциация между ощущениями пальчиков и образом яблока. Чуть позже, в районе двух лет, когда мы с вами начинаем учиться говорить, в том числе это малыш начинает учиться говорить, происходит еще одно маленькое чудо. С этим образом физического мира, реально существующим яблоком, начинает ассоциироваться звучание слова «яблоко», которое в действительности с этим не связано, с этим объектом. А потом мы начинаем оперировать этими объектами. Сначала очень просто. Хочу яблоко, дай яблоко, потом чуть более сложно, добавляя условия, например. Если будешь хулиганить, не получишь яблоко. И это приводит нас к рассуждениям. Все сначала простым, все более сложным, сложным, сложным. И мы начинаем еще, прямо всего прочего, генерировать идеи сами, генерировать информацию сами. Это приводит к творчеству. В возрасте пяти лет мы выдумываем целые вселенные вокруг нас, миры сказочные, какие угодно. И из этого получается замечательное произведение литературы, искусства, открытия научные, новые технологии, полеты на Луну и так далее. Все это мы с вами воспринимаем в области так называемого человеческого понимания или когнитивистики, научными словами выраженности. Что находится внутри самосознание? Как мы воспринимаем себя? Вы были когда-нибудь в депрессии? Были? Это вот ничтожный, скомканный комочек, абсолютно ничто неспособного нуля. В другом состоянии, маниакальный это называть, состояние. Громадные, великие, всемогущие полубоги, мы можем все. Да? Когда в экстазе находимся и так далее. Обучение. Вот вернемся к нашему ребенку, которого мы только что оставили, ненадолго. Ребенок взял и откусил это яблоко. Добавился вкус к этому вот образу, к ощущениям от пальцев и картинки. Добавился вкус еще. Сработало вознаграждение. Все хорошо и замечательно. Потом он берет мячик. Он так не работает. Его невозможно даже откусить. Но знаете, что самое прекрасное? Что он не останавливается, что он продолжает исследовать мир. И это заставляет нас постоянно открывать наши окружающие миры. И приводит к, знаете чему, к субъективному опыту, к эмоционально отсвеченному опыту. И впоследствии это складывается в нашу личность. Конечно, внутри. Еще одно маленькое чудо, которое я хочу вам показать. Как я могу сделать это? Знаете, в чем фокус? Фокус в том, я подбросил и схватил кликеров. Фокус в том, что мое сознание, точно даже как ваше, отстает от восприятия визуальной картинки на долю секунды. Как я могу сделать это? И вы все можете сделать это. Некоторые даже гораздо лучше. Некоторые могут несколько предметов. Жонглировать. Вы видели жонглирование, да? Они могут это делать. Я говорю, классно. Это называется прогноз. Наш мозг постоянно делает прогноз на долю секунды, а потом уже сознательно, на часы, дни, недели, может быть, даже на всю жизнь мы можем построить прогноз. Итак, очень важный и интересный вопрос. Для чего нужно сознание крыси? И зачем ему нужно роботизированную систему? Чтобы у крысы не было сознания? Что? Что? Не выжил? Ну, не факт, кстати. Знаете, она была бы зомби. Да, это вот действительно реакция, значит, стимул, или реакция была бы, и все. Просто стимул, реакция, простая система действительно работает. А когда появляется сознание, знаете, мы что можем использовать? Мы можем использовать, например, планирование, о котором мы чуть-чуть говорили, да? Если будешь хулиганить, не получишь яблоко. Можно не хулиганить. Вот этот энергетически емкий процесс, его можно не делать вообще просто. Это очень важно и очень нужно осуществить, естественно, в вычислительных системах, роботизированных системах. Итак, все, о чем мы с вами до этого говорили, это была всего лишь проблема. Мы не говорим ни слова о решении. А для того, чтобы поговорить о решении, нам нужно, в первую очередь, понять, что мы хотим запрограммировать и осуществить в наших роботизированных и вычислительных системах. Итак, не так давно была предложена теория, которая называется теория интегрированной информации, в которой все просто. Сознание — это интегрированная информация. Ну, это, конечно, не природа, конечно, и все сложно. Ну, в двух словах. Количество сознания — это количество интегрированной информации. Качество — это определяется сложным присоединением между элементами, которые обрабатывают эту информацию. Муха — мало интегрированной информации, мало сознания. Человек — много интегрированной информации и много связей. Мы еще и сами генерируем информацию постоянно. Соответственно, больше сознания. Как? Еще один очень интересный вопрос. В 2005 году Марвин в Минске выпустил книгу, которая называется «Эмоциональная машина», в которой было представлено шесть уровней мышления, начиная с самого простого, инстинктивного — шесть уровней, до самосознательного. Это уровень, где мы сравниваем себя с нашими целями в жизни, с нашими идеалами. Такой кризисный уровень часто, например, такие рассуждения возможны. Что-то я не прогрессирую на этой работе шесть лет, может быть, пора что-то изменить в жизни. Вот этот уровень, он за это ответственный. Внизу среда, с которой агент, робот, в нашем случае, очень активно взаимодействует. Так что, начнем с самого простого. Инстинкты — это запрограммированные, ну, наверное, уже известные, реакции. Стимул — реакция. Стимул — реакция. Все просто. Дело в том, что наш училищный систем, часть всего, так и запрограммировал. Вот это очень просто — стимул — реакция. Именно так они созданы. Даже системы искусственного интеллекта сложные, казалось бы, они так именно воплощены, к сожалению. А теперь мы с вами посмотрим на чуть более интересное. Вот здесь они, кстати, в большей степени системы искусственного интеллекта и появляются. Обучение. И наши прорывы в области обучения, в области понимания человеческого обучения, они и приводят к прорывному области искусственного интеллекта. Это, кстати, картинка представляет то, как представляли себе в начале XX века обучение в 2000 году. Вот видите, там мясорубка справа, да? Книги вталкиваете, потом знания вталкиваются в голову учащихся. Интернет? Похоже? Так вот, чего не хватает? Дело в том, что человеческий мозг самой структуры приспосабливается к информации, которую он обрабатывает. Если кто-то по несчастности, по несчастью, был рожден слепым, у него не развивается визуальная кара. Настолько гибкий мозг и вот этой гибкости пока совершенно не хватает системы искусственного интеллекта. Ее просто там нет. Рассуждение. Это, кстати, Дэниел Деннет, один из авторов теории сознания, человеческого сознания. Итак, рассуждения в действительности уже в некотором смысле реализованы в наших учительных системах. Начиная от самых простых, да, нет, до более сложных, учитывая вероятность и так далее. Но не хватает одного маленького-маленького шага. Рассуждения на основе здравого смысла. Вот эти быстрые рассуждения, которые мы с вами постоянно проводим в течение дня, их просто нет на текущий момент вычислили в системах. Мощнейший инструмент для анализа, самоанализа, соответственно, саморазвития, это рефлексия, его практически не существует. Он не реализован ни в одной самой умной системе искусственного интеллекта на текущий момент. Даже дело настолько плохо, что в системах даже искусственного интеллекта отсутствует представление о цели, для чего же была эта система создана. В чём смысл существования, так скажем, этой системы? И, соответственно, система просто не способна к саморазвитию практически. Итак, мы с вами разобрали очень сложную в действительности тему, которая называется машиной сознания. Понятно, что мы пока не знаем даже, что такое человеческое сознание, до конца мы не понимаем. Мы только немножко набросали с вами, так сказать, грубыми мазками общую картину в действительности. Понятно, что мы даже не понимаем механизмов ещё, как работает в действительности человечество. Но ясно уже на текущий момент, что это просто необходимо реализовать в действительных системах, для того чтобы они были сознательными членами общества, смогли бы социально с нами взаимодействовать, для того чтобы они могли бы испытывать сострадание и любовь, и чтобы сделать это невозможной машиной сознания наконец возможным. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...